Друзья, всем привет! У нас что не день, то новое обновление из HyperOS, которое можно поставить на свой Xiaomi с глобальной MIUI 14, ну а также на предыдущей версии MIUI, но там нужно быть очень осторожным. Сегодня я вам расскажу о том, как улучшили разработчики шторку, как можно без дополнительных программ и телодвижений отключить умный дом в новой шторке, что по поводу улучшения рабочего стола, ну а также какие еще обновления можно накатить на свое устройство. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, первое, о чем я сказал, это была шторка. И да, наверное, сейчас это самая хайповая тема, многих, наверное, уже в принципе HyperOS, ну, немножечко подзадолбало, но, друзья, я считаю, что нужно вам это рассказывать и показывать, чтобы вы могли улучшать свои устройства. Начинаем, пожалуй, с этой шторки. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что она у нас теперь будет полностью локализирована, новая шторка, то есть изменить, если нажимаем на эту клавишу, у нас тут изменить и сортировать. В первой же версии локализации не было и она была чиста на английском языке. Это, конечно же, приятный плюс, потому что многие на это жаловались. Второй момент, когда вы ее себе устанавливаете, у вас может проявиться некий такой баг, а он связан вот с этими ярлыками. То есть, что имеется в виду, вы наблюдаете сейчас, что есть у нас ярлычок яркости и ярлычок громкости. Но бывают такие случаи, когда эти ярлычки просто пропадают. И для этого необходимо сделать следующее. Опустить громкость или яркость вниз и потом обратно поднять. У вас вся история проявится. Теперь, что по поводу умного дома. Смотрите, мы с вами теперь заходим в настройки, уведомления и центры управления, дополнительные карточки и умный дом. Если мы эту карточку активируем, у нас вот эта штука, как Android S Easter Egg проявляется. Многие там пытались с помощью программ вырезать, ADB Control, LODB и еще куча всяких телодвижений вы делали. Конечно, несомненно, это ваше право, вы можете этим заниматься. Но я считаю, что если есть функционал, который позволяет это отключить в один клик, то почему бы и нет. И потому теперь мы с вами переходим в этот раздел, нажимаем отключить умный дом и, пожалуйста, у нас эта вся история пропадает. Несомненно, это очень приятное дополнение в новой версии, потому что многие на этот умный дом жаловались, потому что им они не пользовались и оно им было просто не нужно. Что же, по поводу шторки мы с вами разобрались. Теперь рабочий стол, но тут нужно быть очень осторожным, потому что рабочий стол или же, как он сейчас называется, системная оболочка, может выдавать ошибку. И он у вас будет проявляться в формате краша на рабочем столе. Но, как бы, пользоваться можно и на этом устройстве как раз данная версия и установлена. Мы с вами идем в раздел приложения, все приложения. Конечно же, у нас оно на английском языке, потому что безопасность у меня из HyperOS, но до нее мы с вами дойдем. И плюсом мы с вами получаем обновленный интерфейс, как бы, администрирования приложениями. Но нам пока что эта вся история не критична и мы с вами ищем системную оболочку. И вот она, пожалуйста, и обновление от 25 октября. Что нам это обновление позволяет понять и вообще для чего оно необходим? Во-первых, оно, понятное дело, добавляет оптимизации быстродействия аппарату. Второе, это то, что оно отключает настройки поиска на рабочем столе. То есть, вы можете заметить, у меня этой истории нет. Но и также, в свою очередь, оно нам меняет сами разделы. То есть, меняет компоновку. То есть, теперь у нас расположение объектов в недавних будет совмещаться вместе с показанием состояния памяти и размытия миниатюр. И при этом, также еще у нас можно отключить текст везде и на виджетах. Это также переехало из HyperOS. По поводу еще одной такой интересной особенности. Допустим, у вас большие папки, как на примере данного устройства. И когда мы эти папки открываем, заметьте, какая анимация у нас с вами проявляется. Из правого нижнего края в верхний левый. Ну, в принципе, прикольно. Но оно характерно будет только для вот больших папок. Если мы берем обычную папку, то у нас эта вся история не проявляется. И также, еще важное уточнение. Тут у нас появляется еще и размытие папки. Что, конечно, есть очень приятным бонусом. Следующая история. Это, конечно же, приложение безопасность. Оно обновлено из HyperOS. Версия 8.5.2. На свои устройства вы можете его спокойно поставить. Но также важно понимать, оно будет на английском языке. Из всего такого, что вас может заинтересовать, это рабочие разделы с режимами батареи. Это вот, как я уже вам рассказывал, текущий мод. Производительность, сбалансированный, ну и так далее. По дополнительным возможностям, к сожалению, не появляется у нас возможность смотреть, каково состояние нашей батареи. Ну, и скорее всего, на глобалке это не появится. Хотя, вот когда там уже в первом квартале 2024 года должны показать новую HyperUI на глобальном рынке. Но там, как бы, уже будет интересно посмотреть, что да как оно будет выглядеть. Ну и, соответственно, этот самый режим Night Time Mode, или же ночной режим, не вырезается. И вы им можете пользоваться. Так что приложение безопасность также рекомендую установить. И дополнительно, конечно, обновленный и перерисованный интерфейс внизу этого приложения. Ускорение игр, в принципе, рабочее. Я вот, если на него нажму, никаких ошибок вылетать не будет. Но некоторые отмечали, что ошибка наблюдается, когда вы уже в самой игре и вызываете эту игровую панель. И еще по стоковым обновлениям. Да, кстати, я забыл упомянуть, что все сегодняшние приложухи вы можете скачать по ссылке из описания. Там один такой большой пост, поэтому переходите и скачивайте. Обновления также у нас касаются еще и калькулятора. И, как наши пользователи отметили, они стали еще более скругленные, вот эти плитки. И чуть-чуть между ними стало больше расстояния. И да, это получается у нас интерфейс из HyperUI. Плюсом обновляют у нас, конечно же, и приложение заметки. Оно у нас в версии 7.09. Но там исключительно всякого рода фиксы. Да, вы только что могли заметить, что вот так вот рабочий ствол вылетел. Это нормальная история. Но, опять же, поскольку версия еще не совсем прям супер стабильная, возможно, некоторые приколы. Также еще у нас можно поставить обновленное приложение будильника. Наши пользователи тоже отметили, что чуть-чуть перерисовали вот эти все плитки. А по дополнительному функционалу лишь только у нас регулярный сон имеет важное значение. Чтобы мы за ним как бы так следили. Хотя в последнее время сна, конечно, не хватает. Еще, конечно же, есть и другие приложухи, которые вы также можете найти в нашем телеграм-канале. Поэтому переходите туда, подписывайтесь и устанавливайте себе самые актуальные свежие обновления. Честно говоря, мне в сегодняшние приложухи понравились. Особенно та самая шторка. Потому что, ну, как бы это прикольно. Это обновление какое-то, такое, знаете, освежение устройства. То есть его, ну, как бы вторая жизнь. Потому как уже старая шторка приелась. И хотелось уже чего-то нового. Ну и плюсом появляется то, что тот же умный дом мы можем спокойно отключить. Ну и также мне понравились анимации из рабочего стола. Потому в комментариях я от вас жду вашего мнения по поводу увиденного. Что вам понравилось. Ну а также, возможно, если у вас остались какие-то вопросы. Также смело их туда пишите. Там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok